Но оказывается, именно на этом самолете, который разбился под Ярославлем, не меньше 20 раз за последние годы летала футбольная команда «Спартак». Осудим причины, по которым спортсмены пользуются не самыми лучшими, будем честными, самолетами. Причем самые высокоплачивые спортсмены. Самые высокоплачивые спортсмены с нашим спортивным обозревателем Никитой Белоголовцевым. Никита, почему ты знаешь? Добрый вечер, коллеги. Ну, собственно, Валерий Карпин, тренер и генеральный директор московского «Спартака», сегодня действительно дал очень эмоциональное интервью советскому спорту. И сказал, что мы принимаем очень близко к сердцу эту трагедию, в том числе и потому, что мы знаем весь экипаж этого самолета, разбившегося. Мы минимум 20 раз за последние два года летали на этом самолете. И здесь проблема, собственно, в чем? Сегодня с коллегами провели мини-исследование. Многие футбольные клубы, где действительно играют высокооплачиваемые футболисты, где действительно могут не жалеть денег на аренду самолетов, не могут позволить себе летать на Боингах, например, по России. Потому что далеко не все аэропорты в нашей стране, куда приходится летать по делам футбольным, могут принимать самолеты. Насколько я понимаю, который вот здесь, наверное, Роман подскажет, наверное, просто тяжелее, чем якони могут садиться на немодернизированные взлетные полосы. Поэтому вот то, что говорили в первый день после... ну, то есть, собственно, в день трагедии о том, что и руководство Ярославского клуба хоккейного, что, мол, сэкономили и подставили парней, здесь дело не в этом. То есть, самолет действительно пользовался спросом у спортсменов. Сегодня глава Совета директоров континентальной хоккейной лиги Александр Медведев, ну, в общем-то, уже сделал вывод транспортный. Он сказал, что у КХЛ появится собственная компания-переводчик, ну, точнее, будет заключен договор с одним из авиапереводчиков на тендерной основе. Пока одна заявка подана официально... Нет, официально Аэрофлот сказал, что мы хотели бы перевозить участников соревнований КХЛ. Ну, честно говоря, есть у меня серьезные сомнения в том, что конкурентам удастся выиграть этот тендер. Александр Иванович Медведев первый из ампредправления компании «Газпром», поэтому я думаю, что если «Газпром-Авиа» включится, есть шанс. Скорее всего, мы знаем, кто выиграет этот тендер. Честно говоря, я с невероятным уважением отношусь к Медведеву, и судя по тому, что хоккейный СКА до сих пор не стал чемпионом, несмотря на то, что имел к этому серьезные финансовые предпосылки, у меня есть ощущение, что все-таки компания «Аэрофлот» станет официальным перевозчиком КХЛ. Александр Иванович, хоккей любит больше, чем «Газпром». Ну, скажем так, пари держать по этому поводу не готов. В чем, собственно, есть две важнейших проблемы. Проблема первая – это расстояние в российском спорте. Я сейчас хотел бы вам показать карту континентальной хоккейной лиги в этом сезоне. В этом сезоне абсолютный рекорд будет у КХЛ. Вот давайте посмотрим прямо сейчас. Просто это наглядно. Вот смотрите, это расстояние между Хабаровском, где квартируется хоккейный клуб «Амур», и городом Попрад в Словакии. Там играет новичок континентальной хоккейной лиги, хоккейный клуб «Лев». Вот если не лететь на самолете, а проделывать вот этот вот извилистый путь по дорогам, железным дорогам, ну, собственно, наземным транспортом, это 9951 километр по земле. По воздуху это чуть-чуть меньше. Это 7541 километр. То есть, ну, как бы долететь можно. Им играть между собой один раз в сезоне, но, тем не менее, по Попраду и Хабаровску. Поэтому альтернативы в российском спорте самолетам нет никакой. Как выясняется, альтернативы самолетам типа Як тоже нет. Потому что, ну, вот многие говорят, что мы бы хотели... У вас сухой суперджет. Ну, когда будет, да? То есть, мы бы хотели на Яках не летать, но не получается. И при этом инфраструктура клубов, которые в том числе добиваются довольно серьезных результатов, она катастрофическая. Такой вот трагически анекдотичный случай произошел в конце августа, когда футбольный клуб «Бешекташ» прилетал во Владивосток на игру Лиги Европы. Тогда Гути, испанский полузащитник, который играл раньше за Мадридский Реал, сейчас играет за «Бешекташ», опубликовал запись в Твиттере, которая, ну, просто взбесила весь Владикавказ. Давайте посмотрим. Там, собственно, ничего сверхъестественного для нас нет. Это Владикавказский аэропорт. Вот Гути его просто сфотографировал на телефон, когда прилетел. Собственно, комментарий вызвало подпись. Он говорит, я ощущаю себя героем фильмов ужасов. Смотрите, какой аэропорт в городе, куда мы прилетели играть в футбол. На Гути тогда обиделись, шутили. Или после того, как Алания выиграла 2-0, что вот, мол, надо там тренироваться, а не аэропорт у нас же обязательно. Но это очень серьезная проблема, в том числе из-за которой к нам не приезжают спортсмены. Можно было бы говорить с зарубежными спортсменами, и они могли бы многого плохого рассказать о российской инфраструктуре. Но эта проблема ощущается и российскими спортсменами, которые играют за рубежом. Не так давно, опять-таки трагическое совпадение, примерно за месяц до того, что случилось, в Ярославле хоккейный вратарь Илья Брызгалов, который, видимо, будет первым вратарем Олимпийской сборной в 2014 году, в интервью телеканалу «Россия-2» сказал, в общем, почему многие не приезжают в Россию. Предлагаю послушать, потому что там абсолютно красноречивые слова он произнес. Допустим, если я буду видеть, что сюда приезжают игроки самого высокого класса играть, да, соответственно, он после игры не будет брать баул на себя и тащить его, да, в аэропорт, да, где он садится в какой-то там Ту-134, который там, да, собираются там снять, да, и он летит, а не знает, долетит он там, не долетит, да, как будто... Ну, то есть, в общем, абсолютно красноречивые слова, и здесь абсолютно неразрешимая ситуация. Огромная страна, и не одна страна в континентальной хоккейной лиге, это же открытый чемпионат России, гигантские тысячекилометровые расстояния. Это аэропорты, которые не могут принимать зачастую самолеты более серьезные, более тяжелые, более новые, чем ЯК. И действительно, люди, которые, там, в месяц зарабатывают, возможно, не меньше, чем компенсации... Чем стоят с этой аэропорты, которую нужно поставить. Да, нет, нет, компенсации, которые выплатят их семьям, хоккеистам Ярославского локомотива, выплатят, конечно же, семьям погибших хоккеистов и членов других команд, о которых нельзя забывать, выплатят 2,5 миллиона рублей. То есть, это зарплата месячная ведущего хоккеиста Ярославского локомотива. И как разрешить этот ситуацию, непонятно. Ну, Никит, у нас же все-таки запускается стройка век, уже запустилась, да, и Олимпиаду строят, и потом будут чемпионат мира принимать, да, или Европы, я уже запуталась в этих количествах, этих стартов, которые будут. Если по футболу, то мира, да. Ну, что-то, наверное, все-таки построят, обещают же наладить всю инфраструктуру. Ну, понимаешь, Ольга, здесь главная беда в том, что в России играют в футбол, играют в хоккей не только в тех городах, где будет чемпионат мира по футболу, не только в Сочи, где будет Олимпиада, не только в Москве, и не только в Санкт-Петербурге. Питерский «Зенит» — единственный клуб премьер-лиги, который, насколько я знаю, пытается периодически летать на выезды на Боинге. Вот, но они могут на Боинге летать в ограниченное число городов. То есть в Москву могут, а в тот же самый Владикавказ, когда Алания в следующем году выйдет в премьер-лигу с вот этим аэропортом, который сфотографировал Гутти, «Зенит» не сможет прилететь на Боинге, даже если он очень захочет. И он, как и «Спартак», который летал на разбившемся яке, тоже будет летать на, ну, собственно, скорее всего, разработке отечественного авиапрома. И здесь, вот, собственно, трагизм в том, что человеческий фактор вот в этой ситуации, там, президент, ну, то есть представитель Совета директоров КХЛ Александр Медведев, он вот этот краш-тест, он выдерживает. Он принимает абсолютно верные человеческие решения по календарю, по существованию Ярославского локомотива, по отмене матча, который уже начался. А решение по безопасности, по авиаперевозкам, он физически не может принять правильное, потому что его нет. И, как бы, ну, то есть, вероятнее всего, крупная компания станет перевозчиком КХЛ. Ну, в общем-то, она будет летать на тех же самолетах, с теми же пилотами, да, и приземляться на тех же взлетно-посадочных полосах. Ну, в общем, если за спортсменом становится, станет, может быть, немножко спокойнее, то про всех остальных пассажиров я даже не знаю. Спасибо, Никита. Это был Никита Вилоголовцев, наш спортивный обзреватель.